Как-то летом, в час ночи, раздался телефонный звонок. И мне говорит Дима, наш оператор, Андрюха, я чуть не положил Прадика на бок, нужно что-то делать, нужно его вытаскивать. И когда я узнал, где он это сделал, я ему сказал, Дима, вытащим завтра. За одну поездку ты ушатал машину на 80%. Как это? То есть, как это все выглядит? В час ночи я ему сказал, бросай эту машину, потому что, ну, ладу мы не дадим, уже... Ох, ё! Ну, короче, вот такая тут примерно ерунда. И вот так вот он застрял. И застрял он очень жирно. Ах, да, я совсем забыл. Сегодня нас еще ждет видео «Миф против УАЗиков». Причем все это кончилось более плачевно, чем нам бы хотелось. Мы думали, что мы против того, чтобы ломать свои тачки на оффроуде. Да, я в первую очередь, кстати, против. Короче, я тут сижу, и вылезти отсюда не могу. Потому что вот она, земля. Андрей пытается отщелкнуть под крыло, для того, чтобы мы его не уработали до конца. Он снизу на пороге защелкнул. Черт возьми. Знаешь, что заезды снимать лучше. Мы чище. Да я-то понимаю. Я вообще никогда не понимал людей, которые уедут в какую-нибудь жопу. Да пойди, дай, я сейчас котик возьму. Секундочку. Давай, пойди. Блин, дай я в зоне поражения уйду. Ай, Арочка грустит. Не так быстро, помедленнее. Сильно не топчи. Стой, Серег, стой. Дай я арки отщелкну. Слышишь, но я тебе говорю, они личные здесь. Хондара. И колеса. Победа! Ты же теперь понимаешь, какие тебе колеса нужны? Угу. Как минимум 35-е. Давай, поехали. Сейчас. Едь сам. Там Макдональдс наматываешь. Ну, ездь, ездь, ездь. Едь, что ли? Выехал. Да, ежи, ты смеешься. Сейчас, да? Ну, крыло ты переднее помял. А там некуда уже кидать, там ямы нет, дай. Порог, крыло. Фара. Две арки пластиковые. Порог, что отсюда и поехал там. Ну, и задний бампер еще чуть-чуть. Куда у нас их восемь колеса по рейдам? Я, говорит, сюда доехал. Все, побежали. Для того, чтобы вы поняли всю боль Димы, вообще, что происходило, почему такой ажиотаж у нас был. Тачка дорогая. В плане чего? Да, это старая машина. Ну, как старая? 2002 год, между прочим. И кажется, что она стоит там 1500, да? Да вот фиг там. Я сам узнал. Просто был дико удивлен. Получается, вот мы вбиваем на Авито, Land Cruiser, Prado, 3 литра, дизель, пробеги у них космические просто. И получается, это именно у нас 2002, у нас поиск стоит там с 98 по 2002. И мы видим, к примеру, 99 год, почти 300 тысяч пробегов, 850 штук. Идем дальше. 2000, 750 штук. Опять же, 800 тысяч. Миллион рублей. Land Cruiser Prado, миллион рублей. Вот такой вот старый. То есть, понимаете, как бы, ситуацию ценообразования. А почему? Потому что Toyota раньше делала крутые, хорошие, надежные машины, которые были в ногу со своим временем и до сих пор ездят. То есть, пробеги 300, 400, полмиллиона. А тачки, как бы, не устаревают в плане того, что они ездят и не ломаются. Их не приходится чинить. Так как раньше у нас что делали? Машины делали на совесть. Вот. Но я вас предупреждаю, что прежде чем покупать автомобиль бэушный, стоит его изначально проверить. Проверить его проще всего и лучше через автотеку. Минимально какую-то историю владения. Возможно, какие-то аварии. То есть, то, что позволит вам отсечь уже сразу плохие, ненужные автомобили на этапе выбора автомобиля у себя дома или с телефона. Это ты ему говорил, чтобы он в меня попал? Грязь? Проверение проехало дальше. И проехало выше. Да, это же просто оператор. Это жопа. Что? То есть, на канале оффроуда не будет. Да какой нахер оффроуд? Не, я согласен. Не, ну ты реально в час ночи зря сюда поехал. Ну, порог выправят. Он вроде алюминиевый. Да. Это не проблема. Двери целые, уже хорошо. Накладка, в принципе, целая. Да, опять же, собрать при желании в кучу можно. Единственная проблема крыло, но оно такое тоже. Возможно, его выдавят. Его выдавят. Вот. И фара, главное, чтобы целая была, потому что, скорее всего, креплением желтого. А сейчас мы поем, посмотрим, что же все-таки лучше на бездорожье. Нива или УАЗик? Мы помним ваши комментарии. В этот раз постарались подобрать машину на максимально равной резине. То есть, у нас есть УАЗики на грязевой резине, Нива на грязевой резине. И у нас также есть УАЗик на липучке и Нива на липучке. Так что, погнали смотреть. У него пока не очень получается, но он тренируется. А если быть серьезными, то сегодня у нас есть УАЗики. Обычный, стандартный УАЗик в районе Советского Союза. Без блокировок, полностью стоковый. Также новый УАЗ Патриот. Ну как, новый по сравнению с тем-то новый. Стоковый Шевроле Нивы. Шевроле Нивы с блокировкой. Они на разных резинах. И помимо этого, у нас есть обычная трехдверная Нива. На достаточно, скажем так, веселенькой резине, но тоже стоковая. И еще у нас есть злючий УАЗик на 33-х Сафарях со всеми блокировками. Так что, сегодня мы выявим, кто же из всех этих тачек у нас будет самый проходимый. Но, вот этот УАЗик мы сделаем немножко вне конкуренции, потому что он реально самый вообще большой список того, что с ним сделано, по сравнению с остальными машинами. Но нам очень интересно, как покажет себя обычный УАЗ по сравнению с обычной Нивой. И естественно, как себя покажет Шеви Нива вместе с Патриотом. Давайте начнем. У нас есть офигенные, широкие, ровные, крутые горки с разным наклоном. Наклон отсюда может и кажется слабеньким, но она очень высокая. Так что, что, погнали! Итак, у нас на старте Шевроле Нива на МТ-резине, без блокировок. Едешь на пониженной, ну и стандартная включена, да. Подъемчик-то больше, чем казалось, он все еще едет. Все, не доехал. На всем, чем есть, попробую, Нива не доехала, вот сюда, вот, правее. Характеристики Патриота. Он до перепада дошел и все, встал. Это у нас от УАЗ Патриот, 2,7 литра, полный сток. Это у нас липучка, резина. Блокировок никаких нет вообще. Вперед! Сразу видно, что ребята такие шарят, что они делают. Нет вот этого вот бездумного в пол. Никто бездумно не давит в пол. Что Нива начинала плавно ехать, что УАЗик тоже плавно поехал. Вот Нива там уже сдохла, смотри, УАЗ зайдет. Да. Так, сейчас у нас пробует Нива Шевроле. Кстати, она тоже на липучке. Тоже полный сток, без блокировок, без ничего. Вот очень интересно будет сравнить с Патриотом. Стоп! Как вы можете заметить, у нас все ездят с одного и того же места по одному и тому же направлению. Ну, грубо говоря, по одной колее. Для того, чтобы все было максимально объективно. То есть никто у нас от соседней посадки не разгоняется. Давай. Все, включай вообще все, что ездит. Потому что, смотри, там горку без золоба. Так же сегодня будет интересно посмотреть. Вот старый УАЗик с Патриотом. Вот Нива, она прям помирает. Двигатель по звуку чувствуется, он прям подыхает. Тихо. Вышел, вышел, вышел. Вышел, но он что-то тоже подпрыгивал. Коптер тут не летает, потому что мы прям рядом возле военной базы. И его сбивают магнитные поля. В плане того, что я его даже поднять не могу с земли. Он уже ругается, пишет, все, ошибка компаса. Всему плохо, а когда у нас ошибка компаса на коптере, что? Он не знает ни где право-лево, ни где вперед-назад. Он вообще просто живет своей жизнью. Так что, к сожалению, сегодня будет камера снимать, которая трясется, потому что оператор вот так вот стоит. Он не пьяный, ему холодно. Нива, 3D, давай, подъезжай. Трехдверка, давай, давай, давай. Давай. Я не заеду туда. Давай. Давай. Давай, ну е-мое. Это что, он уехал? Он только уехал. Да. Он же издевается. Он разгоняется. Короче, нива, трехдверка, сказала, говорит, я не поеду, мне не хватит мощности. У него просто тоже большие лапки стоят. И он просто сдался изначально. Он сказал, я домой. Поехали. Вот. Это у нас обычный УАЗик. Полностью стоковый. Стоковый двигатель дымящий. Мосты стоковые. Единственное, у него резина, по-моему, в Safari какие-то стоят. Она что-то такое похожее. 230-я ширина резина. Единственное, что я успел увидеть. Вот такое ощущение, что, знаешь, немножко боком едет. Знаешь, как собаки бегают, что лапают. Чуть-чуть в разных плоскостях. Как и ты, то он там осуществляется. Оп. Ну, такое тоже бывает. Оп, не зашел. Руля только никуда не крути. Вот да. Я тебя умоляю. Эээ, крутит. Когда едете назад, ни в коем случае нельзя крутить рулем, потому что тачка может кувыркнуться. Но, опять же, вопрос поверхности. Но всякое бывает. Поэтому рулю ровно. Попу сжали. Желательно на задней передаче. Чуть-чуть потормаживаю. Если не получается, то хотя бы на нейтралке тормозить будете уже на более свободном месте. А, смотри, он решил, что нет. Он победит этот, кто-то он. Не, он средина нет. Слушай, я удивил, он... Двигателя не хватает, и все, он не вытаскивает. Получается вопрос двигателя. Получается, этот тоже не заедет. Я не знаю, это не знаю, я даже не знаю. Может быть, попытаться. Да, ну, наоборот, она большая. Мне кажется, ему просто не хватит. Вот ради интереса сейчас посмотрим. Они тут уже грязь чуть-чуть нашли по месяце где-то. Ну, все, встал. Встал. Все, встал. Получается, там, видимо, чуть-чуть ледок. И выходит, что сафари, ну, они просто не цепляются. Им нечем, а это грязевая резина. Очень интересно. Оказалось бы, да? Он что-то подкрутил. Лег под уазик, подкрутил. Сейчас всех применим. Дверь открылась задняя. У нас сакуна, кстати, да. Весь дыр у нас сакуна идет. Но, но, но... Заехал. Заехал. Не совсем честно, потому что у нас как бы все трогались с места. Ну, полбала, полбала. Все трогались вот отсюда, как бы. А он, получается, чуть-чуть сходу все-таки проехал. Так что для того, чтобы быть объективными, придется его заставить повторить. Это будет правильно. Туда? Ну-ка, подожди. Патреон по своему маршруту. Слушай, а там бугры такие? Ага. Там, я не знаю, видно, нет? Там, получается, две небольшие вымоены, скажем так. И если машина покатится назад, то рулем совсем нельзя крутить. Иначе все кончится очень плохо. Вообще в натяжку ездит. Без газа в полы, исключительно очень главная натяжка. Заехал. Ну, по факту, да. Последние метры. Мы все видели, но не засчитали. Ну, надо было остановиться. Сейчас будешь повторять. Если передача воткнулась. Ну, воткнулась же. Шел хорошо, однозначно. Шевениво МТеха. Без блокировок, полный сток. Погнал. Газку побольше дал. Чуть-чуть траекторию изменил. Сверху. Все. Забуксовал. То есть, я надеюсь, он ровно будет снижать. Руль ровно! Тормоза не жми! Руль ровно! Получается проблема, когда вы жмете тормоза, машину может по углу, по уклону просто повернуть. И дай бог, если ее просто повернет, если она не затормозится и не кувыркнется. Но, как мы видим, да, то есть у нас УАЗ на МТ-резине и НИМа на МТ-резине, они все. Они начинают наверху буксовать. Там, видимо, накатали небольшую какую-то глину, что-то вот там дух, и все, тачка буксовала. Ну, давай! Ставка на инерцию, походу. Ну да, он уже газку подал. Он понял ошибку первой попытки. Зайдет, 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 подыхает, 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 подыхает. Нет, зашел. Нет, нет, не зашел. Не зашел. И вот, получается, казалось бы, в первый раз он чуть-чуть нас объехал, совсем чуть-чуть ехал на минимальной скорости, но хлоп и зашел. А почему? Потому что инерция, это то, о чем я говорил. То есть, если машина не может заехать и дать ей инерции, то, скорее всего, у вас получится. Вопрос в том, сколько вы ее дадите. Естественно, чем больше, тем больше у вас шансов проскочить неудачный участок. Он заехал. Он заехал! Ну и все, красавчик вообще. Без комментариев. Пока этот разглагольство, он просто такой остановился, что-то поделал там и заехал. Молодец. Давай. Это у нас получается Chevrolet Niva на АТ-шке, не спущенной, и у него сзади дисблокировка. Мотор также 80 сил, полностью. Он, скорее всего, сейчас наверху. Хотя не хорошо пока идет. Все, встал. Ну вот она, грязевая резина. То есть она там наверху не заходит. Пока что у нас в лидерах Patriot. У нас заехала еще Chevrolet Niva на липучке полностью стоковая. Niva 3D уехала. Потому что он говорит, ну тут скользко, как бы на моей резине тут нечего делать. У него резина такая достаточно тоже веселая, с такими большими кусками протектора. Он будет на ней сильно скользить. Ну и уазик обычный. Пока что показывает очень хороший результат. Так, у нас подъем получается. Niva еще раз пробует. За штурвалом оператора я, так что не пинайте сильно. Но это вне зачета вообще-то. Они сами так решили. Так, это у нас обычная Niva Chevrolet на липучке. Но я думаю, он заедет. Опять просто дико по лайту едет. Да, похоже, ему просто вообще насрать. Смотри, что он творит. А еще мне вечно рассказывают, что уазики ни хрена не едут. Что они выедут лучше, чем уазики. Но пока что я вижу обратное немножко. Еще Niva сюда не заезжали. А они сейчас попробуют, да. Нет, а он еще попробовал. Он издает. Газу-газу. Нива легче, чем уазики. Но у нее мотор слабее. Нет. Тормоза плавненько, плавненько. Ну давай, газ в палаш. Понижайте все дела. Ай, блин. Нищем оба что-то согнулся. Блин. Обидно. Почти. Вот он за что-то зацепился. Там, видимо, бугорок. И это просто прервало весь подъем. Так бы заехал. Блокировочку поставить. Так что выключай блокировку. В общем, у нас сегодня потеря. Поломали передний мост. Вот это... Оно видно, как раз слом, получается, идет стабилизатор. Стабилизатор, к нему крепится кронштейн. Он уедет хоть отсюда? Да. Уедет, потихонечку, но уедет. Обломила. Эту лапу обломила. На стабилизаторе лежит. А карзан чепляется от стабилизатора. И голо. У них, видишь, у нас на «Шевролетах» один минус. У нас это все сделано с этого, с алюминия. Передний мост сделан алюминиевый, дюральный. Почему вот сейчас вот эти тюльнинговые, ну, тюльнингованные вот эти каркасы металлические делают? Ну, я понял правильно, чтобы они не ломались. Это что, возьми, возьми вот этот задний мост, металлический каркас. Так же ставит наперед металлический каркас, только он уже идет тюльнингованный. Я понял. А так же с ним и все перекидываешь. Все эти самые в этот металлический каркас ставишь, как обычный. Я понял. Что за заводы делать нормальные? Можно же, блин, сэкономить из алюминия-то отлить. Это же проще. А то сделали сплав алюминия из алюминия, блин. Вот ей, пожалуйста, ей лопается. Хотя у меня на батарею тоже хабы. Хаб целый остался, полуось порвал. Хаб целый, то есть шлицы целые, все целое. А полуось облезало в хабе. Внутри? Да. А хаб целый. А хаб целый. Шлицы все целое. А полуось. А обычно наоборот, да. Обычно, да. А меня наоборот, блин. Как вы поняли, это уже прошло несколько дней после оффроуда. Диму мы тогда вытащили, до дома он доехал. После чего починил машину и потратил восемь с половиной косарей. Вот. Что, ну, достаточно неприятная сумма. И мы согласны с тем, что это неприятно. У нас это тоже оставило определенный осадок. И мы подумали, что, в принципе, если вы будете писать побольше комментариев, ставить лайки, вообще комментировать видео и так далее, то около 100 тысяч просмотров мы должны набрать. А 100 тысяч просмотров, это явно около 5 тысяч за монетизацию. И мы решили оплатить большую часть ремонта Дима. Поэтому, Дим, от канала NeverStop и так, за то, что, ну, вот так хреново получилось, то, что у тебя семья, дети, и это нужнее. Зато ты к нам еще приедешь покататься, жена отпустит. Да, то Дима начал в чате писать, говорит, все, капец, меня там просто вообще не выпускают. И все страшно. Так что, в любом случае, мы всегда говорили, что оффроуд это определенный риск. Но если у нас есть небольшая возможность помочь, мы постарались это сделать. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам. И самое главное, помните, что берегите себя, свои машины, и не гоняйте в горку, газ в пол, наскакивая на какие-то странные кочки на Ниве, потому что у нее больное место, мосты их ломают. Ладно, все. Давай, пока, удачные пути. Вытащили человека из больницы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...